Всем привет! Я решил сделать обзор на аниме хроники непобедимого Бахамута. И да, обзор на 7 смертных грехов тоже будет. Прежде чем начать просмотр, поставь лайк и подпишись на канал. Ну а я желаю тебе приятного просмотра! Главным героем аниме является молодой парень по имени Люкс Аркадия. Люкс – падший принц прошлой империи Аркадия. Нынешняя империя называется Аттисмат. Касательно империи мы поговорим чуть позже. Ну а сейчас вернемся к Люксу. У Люкса есть сестренка по имени Айри. Они выплачивают долг империи Аттисмата, так как являлись знатью прошлой империи. Люкс – очень добрый парень, именно поэтому он часто страдает. Например, в первой серии он помогает вернуть бумажник. Во время этого он сваливается в женскую купальню и далее его садят в темницу. Но оттуда он попадает в женскую академию дракнайтов. Дракнайт – это боевая машина. А не бывает двух видов – юверны и божественные дракнайты. Призываются они с помощью специальных мечей. На протяжении всего аниме нам встречается только один человек с двумя мечами, и это Люкс Аркадия. Редко увидишь кого-то с двумя активаторами. Люксу предлагают вступить в женскую академию дракнайтов. Как бы странно это ни звучало. Люкс, ты знаешь, что это за академия? Да. Особое учебное заведение – женская академия дракнайтов. Как ты заметил, эта школа только для девочек. И вот, Люкс, я хочу, чтобы ты здесь работал. Но постойте, я же парень. Как мне тут? Появляется девушка Лишарта, которая бросает вызов нашему герою. Сразись со мной. Я сама решу, достоин ли ты учиться в нашей академии дракнайтов. Лишарта является принцессой нынешней империи Аттисмата. Поединок с Лишей был прерван внезапным появлением пустого. Откуда здесь пустой? Ещё и типа горгулья! Люкс спас Лишарта, и вроде всё хорошо, но Лиша влюбляется в Люкса. Как и у всех главных героев аниме, у Люкса был секрет. Он являлся хранителем Бахамута и человеком, который сверг собственную же империю. А также на турнире он занял первое место и получил прозвище «Слабейший, но непобеждённый». Его зовут «Слабейший, но непобеждённый». Но этот секрет раскрыли уже во второй серии. Явись, о чёрный дракон, что отведал плоти и крови богов! Пронзи своим рёвом небеса! Бахамут! 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 Ну, раз Люкс раскрыл вам свой секрет, расскажу вам секрет Лишарты. На ней клеймо Старой Империи, которое она всячески скрывает. В начале третьей серии Люксу дует красную форму, при условии, если какая-либо девушка заберёт её за час, то Люкс станет её рабом на семь дней. Эту форму забирает Крусифер. Она просит, чтобы Люкс был её возлюбленным. «Я хочу, чтобы эту неделю ты был моим возлюбленным». Во время этого в пятой серии Люкс сталкивается с лордом Бальзаритом, которого он побеждает на дуэли за Крусифер. Ну и в конце есть сцена хорошего поцелуя. От лорда Бальзарита Люкс узнаёт о Рагнарёке, главной проблеме Империи Атисмата. «Люкс Аркадий, ты ведь знаешь о существовании Рагнарёка?» Ночью Люкса переодевает девушку, чтобы он поймал маньяка. В эту ночь Люкс под видом девушки знакомится с Селистией Раугрис, либо же Селес. Он представился ей как Луна. Да, я забыл рассказать вам про подругу детства нашего героя Фильфи, либо же Фи. Она в свою очередь зовёт Люкса Лю. Директор Академии Дракнайтов – это её сестра. После того, как Люкс побеждает Рагнарёка, он узнает, что в Фильфию поместили росток пустого, и она может умереть через три дня. На следующий день из воды появляются руины, в которых Люксу удалось вылечить Фильфию. И там Люкс находит нового врага из Старой Империи. В 11 серии Люкс выполняет миссию Империи, и ему прощаются все долги. Но до этого в 10 серии Люкс встречает девушку по имени Йорука. Она рассказывает ему о том, что служила его отцу, и теперь готова служить ему. А тут одно жирное но. Служить ему готово до тех пор, пока не узнаёт, что он не готов вернуть Старую Империю. Смотрите, господин! Это мой Дракрайт! Бог Яко! В 12 серии Люксу предстоит противостоять гигантскому воину. Он одерживает победу и получает полное доверие всех жителей Империи Атисмата. Люкс получает должность личного рыцаря, принцессы Империи Атисмата. Теперь поговорим о трёх империях этого аниме. Да, на самом деле их было три. О первой Империи нам удаётся узнать только в 11 серии от Йорука. Мой юный брат-близнец, он наследовал трон. Но ты говорила, что та страна была уничтожена Старой Империей. О первых двух империях мы узнаём уже в начале. Другая тема, которую я хочу затронуть, это 5 невест. Фильфи, Лиша, Крусифер, Селистия и Йорука. Мне остаётся лишь гадать, кто из них заполучит Люкса. Хотя, если копнуть в истории аниме, то невестой Люкса станет Крусифер, так как она была помолвлена с Люксом ещё в пятой серии. Вот наш обзор подошёл к концу. И да, некоторые факты я не упомянул специально, чтобы вы не потеряли интерес к этому аниме. Ну а пока вы смотрели этот обзор, я уже начал собирать сведения для нового обзора на аниме Семь смертных грехов. И да, не могли бы вы посмотреть моё предыдущее видео? Сейчас оно вылезет где-то на экране. Обязательно тыкните на него и поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. Ну а микрофон был Агро, смотрите только Хэрош Аниме.